28 октября на площадке Германо-Российского института новых технологий состоялась одно из крупнейших студенческих событий. Форум ЮЛИТ-2017 успешно объединил школьников, студентов и социальных предпринимателей для обмена опытом. Организатором является международная молодежная организация Айсек, которая присутствует в 120 странах мира. В России она существует со времен СССР, с 1989 года, и теперь мы организуем уже наш третий ежегодный форум ЮЛИТ. В чем изюминка форума? Ну, наверное, в том, что это самое атмосферное мероприятие, которое проходит не только в Казани, а в России. И при том фишка такая ЮЛИТа в том, что он проходит одновременно в нескольких городах России. Каждый год команда молодых организаторов, это молодежь, которая организует этот форум, такие же ребята от 18 до 25 лет, они ищут проблемы, которые волнуют молодежь, которые мы можем решить с помощью спикеров, компаний, с помощью различных экспертов. Совместно с опытными экспертами участники форума старались сформировать цели, проработать идеи своих проектов и не побояться сделать шаг к новым возможностям. Я являюсь участником программы «Учитель для России» и какие участники я сейчас преподаю в сельской школе в Тамбовской области. Вот сюда приехал для того, чтобы рассказать о своем опыте, с какими сложностями мне пришлось столкнуться как молодому специалисту в образовательной среде. Ну и кроме того, мне кажется, что эти вещи относятся не только к учителям, но и вообще к любым молодым специалистам. Форум работал два дня, в течение которых опытные эксперты и спикеры помогли молодым людям осознать, что каждый человек обладает безграничным потенциалом, а сделать шаг вперед, стирая тем самым горизонты, совершенно несложно. Нет незаинтересованных людей, которым неинтересно саморазвитие, правильно? Ишь, что тут не говори, человека ограничивают только границы в его собственной голове. Ну а все великое всегда начинается с малого шага. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова